В Славянском районе завершились командно-штабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Специалисты отрабатывали противопаводковые и противопожарные мероприятия. В учениях приняли участие специалисты управления ГОЧС, правоохранительных органов, руководители структурных подразделений администрации, главы поселений, директора предприятий жизнеобеспечения. Учения проходили в течение двух дней. На первом заседании районной комиссии по предупреждению ликвидации ЧС были озвучены вводные штабных учений, а также разъяснены действия всех ответственных структур. Все мероприятия, все вводные, все сигналы, все, что будет приходить вам, оно будет приходить. Реакция должна быть моментальной. Необходимо заседание комиссии, значит заседание комиссии. Проведение эвакуационных мероприятий, проведение. Вы получаете вводные, отрабатываете по выполнению этих вводных моментально доклад в единую дежурную диспетчерскую службу о выполнении мероприятий для доклада в оперативный штаб команды штабного учения «Края». Время, как всегда, ограничено, объемы большие, поэтому работаем в темпе как следует. Ситуация, в которых район оказывается по условиям учений, была близка к реальной. В сельских поселениях Протокская и Забойская из-за подъема уровня воды в реке случился прорыв дамбы. В поселке Очуево образовалась нагонная волна. Глава района призвал всех участников учений максимально ответственно отнестись к выполнению всех поставленных задач. Природа непредсказуема, и мы должны быть готовы к ее капризам. Мы свои планы строим, а природа строит совершенно другие планы. Поэтому нам нужно синхронизировать все наши действия сейчас на учении, чтобы, если не дай бог, и дай бог еще раз говорю, чтобы мы могли прежде всего это спасти жителей всех, но второе еще вот при разборке полетов, это же соответственно потом наступает, чтобы мы могли с вами четко ответить, что мы действовали так, как мы должны действовать. В связи с учениями районная территориальная подсистема, единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций края была переведена в режим функционирования «Повышенная готовность». Внимание! Говорит оперативный дежурный ЕДДС Славянского района. В 10.02 получен сигнал гроза 45-45-69-69. Приступить к выполнению. Вся информация о ходе проведения учений, дополнительные вводные в поселение, а также отчеты о выполнении работ стекаются в единую дежурно-диспетчерскую службу. В 6 утра поступает сигнал оперативному дежурному из ЦУКС Краснодарского края, это центр управления кризисными ситуациями. После этого он доводится до начальников штабов, главам поселений, передается информация, по которой они вводные, по которой они должны действовать и предпринимать меры по устранению учебной ЧАЭС. После этого доводится информация из поселения о произведенных мероприятиях, проводится заседание КЧС, район КЧС в поселениях и ведутся практические мероприятия уже по устранению чрезвычайной ситуации. Кроме ликвидации прорыва дамбов, также в ходе межведомственных командно-штабных учений были отработаны оперативные действия в случае возникновения пожаров. По итогам учений будет проведена проверка и проанализирован уровень готовности всех ответственных служб к оперативным действиям при чрезвычайных ситуациях. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа События.